уважаемые зрители гости моего канала сейчас снимал вам прожилой комплекс 1 не знаю обзор выйдет раньше или наоборот чуть попозже очень понравился мне там в жилом комплексе квартиры и ее стоимость поэтому обязательно посмотрите этот обзор что хотел бы сказать вот интересную тему которую я сейчас хочу затронуть это тема ценообразования в сочи то есть если вы наверное заметили что очень часто в каких-то из жилых комплексов ценник вот правда вот искусственно завышен вот на мой взгляд это прям про сразу бросается в глаза есть же ведь комплексы которые допустим уже построены есть в комплексах уже по старым ценам но вот это вот знаете мания желание приобрести квартиру на этапе строительства именно то что вот люди уверены что цена вырастет и так далее ну я не знаю я вот честно говоря удивляюсь таким людям при этом во многих из жилых комплексов которые вот действительно ценник под задрали всегда есть инвесторские предложения гораздо ниже по стоимости мало того бывает еще такая ситуация когда приходишь с клиентом в отдел продаж и они прям нашептывают тебе там суши там если что прям будет скидка на большую там площадь еще что-то потому что задрали цены во многих из комплексов чтобы вы понимали особенно крупных комплексов заходят очень многие инвестора инвестора заходят скупая там этажами в дальнейшем эти квартиры будет естественно продаваться по цене ниже чем у застройщика но вот какие жилые комплексы выросли можно сказать искусственно вы сами напишите в комментариях потому что мне важно ваше мнение услышать зачастую именно вот вот это спекулятивная ситуация с поднятием цены за квадратный метр повышает так сказать внимание и рекламы да то есть все начинают специалисты допустим приходить и говорить вот цена подорожала вот цена подорожала вот цена подорожала при этом еще дом ты не построили еще не ввели в эксплуатацию уже цена там выросла на 20 тысяч с квадратного метра блин ну с нормальными как-то вот знаете стройками такого не должно происходить вот на мой взгляд потому что конечно да там допустим есть определенный какой-то спрос да там допустим в с новыми какими-то введениями экскроу счетами сейчас это все удорожание может быть по-другому как-то ну как-то выходит да по цене по стоимости но все-таки я смотрю на пустом месте людям создают какой-то ажиотаж вы очнитесь есть же уже готовое что-то есть аналоги есть еще не распроданные какие-то варианты квартир в соседних каких-то жилых комплексов которых уже многие просто молчат или не снимают вам видео ничего не говорят поэтому все таки все таки обратите внимание именно на тот комплекс если вы какой-то выбираете на ценообразование в самом этом районе какие есть еще предложения какие будут стройки еще строится возможно какие то есть дома которые допустим построены еще не ввели в эксплуатацию и дальнейшем будет сюрпризом когда начнут открываться продажи естественно ниже чем по стоимости сейчас продажные стройки соответственно будут потом предложение более интересные достаточно вот часто я вижу что людей притаскивают именно на стройку но стройки сейчас вот посмотрите сейчас ряд жилых комплекс которые сейчас вышли так сказать в продажу на этапе даже открытия продаж да уже порой удивляет то есть смотришь ранее допустим были какие-то стройки от 60000 на примере там но не знаю там компания альпика до когда строит какой-то из комплекса там 60 70 то сейчас сейчас начинается стоимость фс строек то выше 100 тысяч и это котлован при этом на самом деле если разобраться в локации этого данного комплекса то мне вообще непонятно допустим будут ли там вообще люди в дальнейшем покупать и жить вот все-таки купить жилом комплексе какой-то квартиру хорошей планировки это не означает что в этом комплексе будет так сказать удобно жить то есть инфраструктуру это тоже надо учитывать в дальнейшем конечно вот связи с тем что у нас в олимпийском парке будут грядут такие глобальные изменения построить там институт парк и так далее весь конечно адлерский район подорожает об этом я всегда говорю но это не означает что надо скупать допустим просто на этапе строительства любую площадь которая там строится не обращая внимание на уже сданные какие-то комплексы если вам обещают пример что какой-то из комплексов подорожает там на 30-40 тысяч за квадрат когда он уже сдастся примерно то поверьте весь рынок когда поднимется в цене даже вторичный рынок опять же да вот повторюсь у нас очень много допустим в районе есть веселого в районе блинового в районе вот через совхозы где живу это спальный район помимо центра адлера который востребован всегда то есть круглогодично в нем сдается квартира долгосрочная и посуточно всегда есть спрос то почему многие думают что с постройкой допустим олимпийского парка там каких-то объектов подорожает именно только одна стройка но это же бред то есть это значит его поднимется цена в общем рынке я вас так сказать просто предупреждаю о том что если вы особенно покупаете на перепродажу квартиру в стройке то посмотрите какие цены на сегодняшний день есть с данных домах тогда вы уже поймете как вам по цене будет сыграть может быть допустим как вот недавно я показывал готовый уже объект опять же на не буду называть его до со статусом квартиры с документами которые по цене даже ниже ниже чем по федеральному закону сейчас 214 строится строки и даже ближе но чем хуже сейчас купить уже сданы в ипотеку сделать ремонт примеру уже и пользоваться либо сдавать его аренду погашать там полную долговые свои обязательства да не будет у вас такой нагрузки и тире самое главное вы не рискуете то есть вы уже правообладатель вы сразу в собственность оформляете при этом тоже есть шикарный выбор я же не говорю там две-три квартиры которые там как фортепиано допустим там были не проданы я вам показывал до весел вот вот та же цена была нормальной конечно все раскупили люди что же не дураки могут считать деньги понимает и учитывать все эти риски желаю вам правильного выбора за консультации обращайтесь по телефон который видите на экране ну и обратите внимание на обзор жилого комплекса 1 которого я начинал снимать и дорогу вот вот вам показал грубо говоря заодно для тех кто может быть заинтересуется этим комплексом до центра адлера вот куда мы приехали с вами времени составил совсем ничего пробок как вы видели практически никаких не было кроме вот этой развязки где сейчас под мостом делают у нас ремонт и я надеюсь там быстренько все сделать будет все хорошо подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить желаю вам хорошего дня на слава богу вроде обещали дождей но нет их настроение супер всем удачи всем пока